МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа события. Мы работаем в прямом эфире о том, чем жила Самара. Сегодня вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пейнер. Главная тема выпуска. Светлое будущее Самара-арена. Для электроснабжения стадиона строят три современные трансформаторные подстанции. Парк Щерса будет отремонтирован, когда мэр Самара проехал по масштабным стройкам города. Взглянуть на мир по-новому, самарские офтальмологи провели уникальную операцию ребенку с врожденной катарактой. Зима близко. Готова ли Самара к отопительному сезону? Он увидит, как Волга впадает в Каспийское море. Житель Нижнего Новгорода бросил банковскую карьеру ради путешествия. Самарская область может рассчитывать на дополнительную поддержку с федеральной казны. Реализацию приоритетных проектов обсудили губернатор Николай Меркушкин и заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Государственной думы Леонид Симановский. Глава региона отметил одну из важнейших программ строительства новых школ. Планируется, что до 2022 года в области откроется 26 новых учреждений. Школа в Южном городе начнет работать уже 1 сентября. Она получила высокую оценку Министерства образования и науки России как школа будущего. Речь также шла о модернизации дорожной инфраструктуры региона. Губернатор подчеркнул, что сейчас у Самарской области неплохие шансы пополнить свой дорожный фонд. Мы получили по безопасным дорогам больше всех среди регионов и на благоустройство получили сумму очень хорошую. Мы не первым, а третьим. Мы по школам тоже считаем? По школам мы лидеры. Самую большую сумму мы получили среди других регионов. И школы, и дороги, и безопасные дороги, и программы по благоустройству. Конечно, мы в слое более 100% высокое на северное будем обеспечивать, какая бы сумма там не была. Задания получили. Все, что зависит, будем делать бюджетный комитет. У нас тоже положительно на регион. Особенно внимание регионов сейчас особенно такое. Капитальный ремонт Самарского цирка, а он стал возможен в том числе благодаря поддержке депутата Леонида Симановского, нужно начинать уже в октябре. Такое поручение дал губернатор Николай Меркушкин на встрече с представителями Росгосцирка. Проект реконструкции получил положительную оценку министра культуры России Владимира Мединского. Форма здания цирка останется без изменений. В самом же здании обновят конструкции коммуникации. Губернатор поставил задачу максимально эффективно использовать средства, выделенные на реконструкцию. На первый этап уже запланировано 120 миллионов рублей. Нам надо сейчас точно где-нибудь октябрем начать, и октябрь, ноябрь, декабрь активно поработать. И потом еще у нас будет 4-5 месяцев для того, чтобы к чемпионату мира мы имели некий визуально воспринимаемый объем выполненных работ. Мы готовы провести все необходимые процедуры для отбора геноподрядной организации. Что касается проектных работ, определенная работа проведена. Сегодня у нас есть понимание, каким цирк должен быть. Также по проекту около цирка появится парковка на 600 мест и большая пешеходная зона с местами для отдыха. Самарский цирк – это знаковое здание для города, отметил губернатор. Он будет частью большого культурного комплекса рядом с Ледовым дворцом. Там все должно соответствовать высоким стандартам и быть удобным для людей. Да будет свет! Электроснабжение всех объектов чемпионата будут обеспечивать новые трансформаторные подстанции. Их уже построили вокруг стадиона Самара-Арена. Там ведутся подготовительные работы перед запуском. Три основные подстанции сегодня показали журналистам. Олеся Корецкая своими глазами увидела, откуда и как пойдет электроэнергия. Небольшие, но мощные трансформаторные подстанции для электроснабжения спортивной инфраструктуры. Пока внутри этих строений тихо, но совсем скоро оборудование загудит. Это будет энергетический мозг с тысячей сигналов на сотни метров вокруг. Рядом со стадионом на территории бывшего радиоцентра установили три таких подстанции. Уже установлены, наводятся пусконаладочные работы. В перспективе к середину осени, октябрь-ноябрь примерно, ну, в соответствии с графиком сводным, который мы подписали с правительством Самарской области, мы обеспечим все остальные центры питания. Обеспечить электроэнергией все объекты Мундиаля – совместная задача правительства Самарской области и сетевой компании. Стоимость инвестиционного проекта больше полутора миллиардов рублей. До 2025 года сетевики построят 12 подстанций. Нагрузка этих объектов, она будет в четыре раза превышать заявленную нагрузку самого стадиона. То есть объем прокладки электрических сетей для обеспечения энергоснабжения соответствующих объектов, он очень большой. Несмотря на далекие перспективы, завершить устройство основных подстанций обещают в этом году. Кроме системы электроснабжения, под землей необходимо уложить канализацию, водопровод, линии связи и благоустроить территорию. Работы по электроснабжению объектов чемпионата ведутся по специальному графику. Он синхронизирован с прокладкой других коммуникаций. Вот здесь тянут электрический кабель, а чуть дальше протягивают водовод. Кабель тянут с помощью специальной лебедки на сложных участках вручную. Протяженность этих сетей больше 180 километров. Самое важное – первое РТП. Она находится ближе всех к стадиону, и на нее ложится самая большая нагрузка. Работы мы планируем закончить в конце сентября и по постоянной схеме отдать напряжение потребителям. Общая нагрузка, которая упадет на эту распределительную подстанцию, где-то будет порядка 5 мегаватт. То есть достаточно большое количество. Первая распределительная подстанция почти готова. От нее запитают все, что находится рядом со стадионом. Это две тренировочные площадки с футбольным полем, локальные очистные сооружения, временные пункты, медиа-центр и фудкорты, а также все наружное освещение, пункты видеонаблюдения и контрольно-пропускные пункты, всю южную парковку около Самара-арена. После того, как завершатся подготовительные работы, сетевики начнут подключать к подстанциям все объекты. Работы будут идти по схеме бесперебойного питания. Отключать от электричества прилегающие дома не станут. Олеся Корецкая, Василий Колдашов, События. По улице Дыбенко пустят городской автобус, а парк Щерс отремонтирует. И на важных для города объектах побывал мэр. Олег Фурсов проверил, как идет ремонт. Первой точкой стал парк Металлургов. Там прошло выездное совещание. Когда парк откроется в обновленном виде, узнал Олег Зверев. Оказавшись в парке Металлургов, местные жители вряд ли узнают его в нынешнем состоянии. Хотя принципиально концепции парка не меняется. В ходе масштабной реконструкции исторический облик предполагается сохранить. А вот материалы будут только самые современные. Исполнение контракта на месте проверили глава Самара Олег Фурсов и председатель губернской думы Виктор Сазонов. Работы проходят согласно графику. 9 мая 2018 года обновленный парк будет открыт. Благодаря поддержке губернатора и благодаря поддержке формирования комфортной городской среды у нас появились ресурсы, необходимые для того, чтобы общественную зону сделать современной, удобной и качественной для наших горожан. Здесь будут пешеходные дорожки, выполненные тротуарной плиткой. Будет реконструирован лебяжий домик. Будет организована детская площадка, спортивная площадка. Изменена так называемая танцевальная площадка. Будет возможность заливать каток на ней. Кроме того, будет открыт доступ к вечному огню. Пивных киосков здесь уже не будет, зато будет много цветов и спортивно-развлекательный комплекс на любой сезон. В прежние годы парк Металлургов был одним из знаковых мест отдыха. Сюда приезжали со всей Самары. После реконструкции посетителей должно стать больше. На месте обсуждается проект, вносятся коррективы. В частности, предлагается заменить старые деревья на новые, благородных пород. Кроме того, у подрядчика есть новая идея, как улучшить техническое решение, сделать ограждение и свет. Очень детально и очень тщательно этот проект рассматривался у губернатора. И губернатор внес там очень серьезные коррективы. В конечном итоге этот проект был утвержден. Все то, что было заложено, оно сохранено, но уже в новых условиях есть новые технические решения. Это будет все обновлено, и люди придут просто в обновленный парк, в обновленный парк, который для них имеет очень большое значение. По-прежнему центральным местом парка Металлургов будет Лебяжий пруд, в котором полностью заменят бетонную чашу, обустроят прилегающую зону. Еще одно место отдыха, в котором проведут масштабные работы, в железнодорожном районе. Парк Щерса. Первое, что видят гости Самары, когда приезжают на поезде. А многие приходят сюда, чтобы провести время в ожидании отъезда. Изначально планировалось благоустроить только вход в парк, но уже на месте принято решение о реконструкции всей территории. Поручение главе района – разработать и согласовать с жителями, что они хотят видеть в обновленном парке. Вот здесь можно спортивную площадку делать. А мы планировали. Вот фок. Здесь, правда, спортивную площадку мы планировали, а с резиновым покрытием, детские формы архитектурные и тренажеры. Дальше планировали фок, то есть целым ансамблем. А здесь был бы летний театр. Вот этот 8 миллионов, это было лет 5 назад. Верните к этим вещам. Есть там в пределах 15-20 миллионов, я думаю, что мы в этом году даже решим, чтобы работы начались, переходящие. То есть там какая-то сумма в этом году, что можно реально освоить. Следующая сумма в 2018 году. Здесь появятся новые деревья и газоны. Качество выполнения зеленых участков на особом контроле. Так на улице Дыбенко глава города проверил, как идет обустройство газонов в ходе комплексного ремонта дороги. Глубина грунта должна быть не менее 15 сантиметров. Две пробы оказались неудачными, и такое встречается на разных дорожных стройках города. Подрядчика заставят переделывать и насыпать больше земли, чтобы тротуар выглядел так, как и было изначально в проекте. Раньше здесь мало было тротуаров, то есть людям было ходить неудобно. Сейчас по двум сторонам идут тротуары, вот особенно в участках от Карбышева до Советской армии. Здесь также обустроены ливневые канализации, установлены новые опоры освещения. И самое главное, от улицы Аврора до Советской армии под Дыбенко пустят автобус, чего раньше никогда не было. На участке будет две остановки, с обоих сторон уже установлены павильоны. Олег Зверев, Артем Сулайманов, События. Еще три дороги в Ленинском районе Самара будут отремонтированы. В план график включены улицы Арцебушевская, Чернореченская и Дачная. Исторический центр города должен выглядеть представительно, чтобы оставить хорошее впечатление у гостей предстоящего чемпионата мира по футболу. К тому же большие стройки Мундиале останутся на следствии городу. Сегодня о подготовке Ленинского района речь шла на встрече, которую глава Самары Олег Фурсов провел с районным активом. Фасады приводятся в порядок. Граффити стало меньше, дорожная сеть обновляется. Ленинский район готовится к чемпионату мира по футболу. Задачу, которую предстоит решить за год до Мундиаля, обозначил глава города Олег Фурсов на встрече с местным активом. В зале депутаты, представители общественных советов, управляющие микрорайонами. Сегодня от них зависит, каким в итоге будет район. За два последних года в Самаре отремонтирован рекордный километраж дорог. К ремонту готовятся новые участки. Асфальтовое покрытие неплохое. В основном здесь работы практически все выполнены. Мы в следующем году будем проводить ремонты. Я дал поручение улицу Арцебушевскую в план график включить. Значит, Чернореченскую необходимо. И подачное. У нас уже было решение о разработке проектно-смертной документации. Впечатления от поездки по району в целом положительные. Но есть и нарекания. Местами встречается нескошенная трава, мусор, столбы, остановки, обклеенные объявлениями. Есть время окончательно избавиться от наклеек, которые портят внешний облик города. В центральной части Самары много деревянных домов. Часть из них привели в порядок волонтеры. Мне хочется обратиться, Олег Борисович, если вдруг такая возможность будет, может быть, в следующем году рассмотреть возможность помощи Ленинскому внутригородскому району в замене ограждающих конструкций, если такое возможно будет. И мы со своей стороны тоже, от управляющих микрорайонов и депутатских корпусов, и общественных советов микрорайонов, приложим максимум усилий, чтобы проговорить с каждым собственником, который обязан содержать свой забор о замене, о реконструкции своего забора. Впрочем, многие финансовые вопросы район может решить и без привлечения денег из вышестоящих бюджетов. Такие резервы есть, и использовать их можно только при активном участии общественности. Прежде всего, это сбор земельного и имущественного налога, легализация незаконной рекламы и полный уход от продажи контрафактного алкоголя. Марьяна Мирная, Олег Зверев, Артем Сулайманов. События. В Самаре холода не страшны. В городе завершают работы по подготовке к отопительному сезону. Проблемных адресов нет. Кое-где продолжается замена стояков и батареи, а также перекладка сетей. Но все работы идут по графику. На заседании, посвященному скорым холодам, первый заместитель мэра Владимир Василенко подчеркнул особое внимание. При подключении нужно уделить школам и детсадам. Почти все образовательные учреждения уже готовы к осенне-зимнему периоду. Все остальное, как бы, у нас идет в плане все с водой, с теплом, а все отработано, ни одной позиции, которой на сегодняшний день нет. То есть это вот одна, которая у нас останется, но это плановые перекладки. Работаем в штатном режиме. Вопросов, которые сегодня бы были, вызывали опасения или, будем говорить, вываливались за пределы каких-либо сроков. Нет. Девять лет пришлось ждать жительницы Самары, Левтины Медведевой, того дня, когда она увидит мир в ярких красках. Уникальную операцию провели офтальмологи больницы Ярошевского. Здесь прооперировали врожденную катаракту, осложненные особенностями строения глаза ребенка. Сюжет Инессы Панченко. Ты готова на следующую операцию? Да. Пойдешь на нее? Да. Ну и слава богу. Будем готовиться. Левтина Медведева очень любит заниматься творчеством. Она не только рисует, но и создает картины с помощью обычного дырокола и цветной бумаги. До недавнего времени Аля даже не представляла, как на самом деле выглядят ее работы. Мир девочка видела размытым и мутным. Раньше я, допустим, не видела таких больших отличий. То есть раньше нам давали, ну, учитель давал, там, бумагу обычную, я думала, что она просто там блестящая и все, без каких-то либо рисунков. А сейчас я уже вижу, куда там, поворачиваю, то, что блеск, и там идут рисунки, звездочки, там, точки какие-то. Врожденная катаракта у детей – заболевание редкое и серьезное. Если не прооперировать больного как можно раньше, могут быть тяжелые последствия, вплоть до полной потери зрения. Детское отделение больницы Ярошевского было создано как первое в стране центр по лечению врожденной катаракты. Пациентами наших офтальмологов стали сотни детей из разных уголков России. Чем хороша хирургия катаракты, особенно врожденной, если не оперировать, то это будет слепой инвалид. Если прооперировать, мы получаем в течение короткого срока совершенно полноценного человека, полностью здорового, со стопроцентным зрением, ну, при отсутствии других заболеваний. Случай Али Медведевой отличался от всех предыдущих. Кроме того, что хрусталик девочке был мутным, врачи обнаружили его смещение. Использовать во время операции обычные технологии было нельзя. Поэтому на то, чтобы вернуть ребенку зрение, потребовалось время. Врачи наблюдали ее с самого рождения, и только спустя 9 лет операция состоялась. Мы наблюдали за ней каждые полгода, каждый год. И к моменту операции мы были готовы, потому что сошлись, совпали факторы и размер глаза, и готовность к операции, и наше оснащение. Уникальность операции в том, что хирургам удалось за одно вмешательство не только поменять хрусталик, но и придать ему нужное положение. Когда Аля открыла глаза после наркоза, она сказала маме, что может назвать 100 отличий между тем, как видела мир раньше и как сейчас. Через некоторое время девочке предстоит пройти оперативное лечение второго глаза. Но после первого успеха ни она, ни ее родные уже ничего не боятся. Инесса Панченко, Григорий Плешаков, События. Кубок губернатора разыграют самарские КВНщики. Грандиозное юмористическое шоу состоится 9 сентября в субботу в МТЛ-арене. Вместе со студентами над общероссийскими и областными проблемами смогут посмеяться еще 2000 зрителей. Билеты не продаются, их распространяют через вузовские правкомы, городские и районные отделы по делам молодежи и разыгрывают на радиостанции. Те, кто не попадут на КВН, смогут услышать лучшие шутки сезона уже в день города. 10 сентября в воскресенье на набережной пройдет марафон клуба веселых и находчивых. Кто в новом сезоне играет КВН, расскажет Сергей Кизоркин. На кону четвертый кубок губернатора КВН. В этом году самарские сатирики надеются наконец-то завоевать юмористический трофей. До этого главный приз начала сезона доставался Союзу из Тюмени, Днепру из Днепропетровска и с партий из Казахстана. Перед основной битвой за кубок на разминке выступят команды из нескольких лиг Самарской области. Трудовая молодежь – это корпоративные команды, юниор – играют школьники и межрегиональные. И кубок КВН, губернатор Самарской области – это возможность ребятам помериться силами с метрами движения КВН. И вот в этом году впервые такое большое представительство самарских команд. И у нас есть все основания надеяться на то, что кубок в этом году останется у нас в нашем родном регионе, в нашей губернии. На сцену кубка губернатора КВН выйдут команды Волжане, СамГТУ, сборная Сельхозакадемии, новая сборная Тольяттинская «Эль-Классика» и Казань. Все эти коллективы играют на высшем всероссийском уровне. В этот вечер самарскому зрителю предстоит увидеть, наверное, всю категорию движений КВН Самарской области, которая существует у нас уже много-много лет и с каждым годом развивает и набирает обороты. Увидеть юмористическую битву вживую 9 сентября в субботу в МТЛ-арене смогут всего 2000 зрителей. Пригласительные билеты будут раздавать в правкомах вузов, отделах молодежи и разыгрывать на радио. Остальные поклонники КВН увидят Куба губернатора по телевизору. Уже на следующий день после розыгрыша Кубка губернатора в День города Самары на набережной пройдет многочасовой марафон КВН. На открытой сцене состоится многожанровый КВНовский капустник. В середине осени стартует чемпионат разных самарских лиг и школа КВН, где любая команда сможет научиться шутить смешно. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. Издалека долго идет он вдоль Волги. Житель Нижнего Новгорода совершает марш-бросок от истоков Волги к ее дельте. Это более 3500 километров. Сегодня он пришел в Самару и встретился с Мариной Матвейшиной, чтобы рассказать о своем безумном, в хорошем смысле, путешествии. Шел 108-й день путешествия вдоль Волги. Дмитрий Нижегородский заходит в Самару. Позади 2500 километров, одна пара стертой обуви и море впечатлений. Накануне своего 33-летия мужчина решил перевернуть свою жизнь. Бросил работу в банки и отправился в путешествие. От истока Волги пешком до Каспийского моря. Я на самом деле, ведь идут для себя, для внутренних изменений, для изменения характера в этой дороге, а не для того, чтобы пропиариться. Никакой там миссии у меня нет, никаких спонсоров. То есть все делается для себя. Вдохновил Дмитрия путешественник Эд Стаффорд, который прошел пешком вдоль Амазонки. Тот ходил два с половиной года. Россиянин рассчитал, путь вдоль Волги составит примерно шесть месяцев. Протяженность Самары вдоль Волги около 50 километров. Путешественник проходит в день 30 километров. Но назвать это легкой прогулкой довольно трудно. Ведь он идет не так, как я, по пляжу с легкой домской сумкой, а с рюкзаком в 22 килограмма за плечами. А на пути его встречаются скалы, ямы и лесные заросли. Вот это рюкзак. Вот снаружи к нему прикреплена одноместная палатка, в которой я обычно ночую. Только вот здесь в карманах всякие разные вещи, вроде ультралегкий пуховик. Бывает плохая погода. Вот сверху у меня это такие кульки с запасами еды. Обязательный набор путешественника – аптечка, резиновые сапоги и вода. Запасы еды пополняются в любом населенном пункте. В городах Дмитрий ночует в хостелах или гостях, в остальное время в палатке. Делятся опасности, подстерегают на протяжении всего пути. От разбушевавшейся грозы до хищных животных. Ночью лежу в палатке, а кто-то ее там тормошит. Но я понял, животные вылезли, там леса, ведь говорят их бешеных немало. Но у меня перцовка, я так пару струй в ее сторону брызнул, убежал. Вот есть там ракетница, ну сигнал охотника называется. Тоже можно использовать в этих целях. Ну и свисток, он отпугивает. Дома у Дмитрия родные и друзья. В каждом городе поклонники. Путешественник ведет дневник. Вечером в палатке обязательно записывает обо всех приключениях и делает посты в соцсетях. У него уже есть последователи. Один из самарцев отправился пешком в Москву. Мероприятие это не дешевое, признается Дмитрий, но и не самое дорогое. Кто-то копит на автомобиль, кто-то на квартиру. Но я вот сформировал ресурс на путешествие. Зимой Дмитрий планирует написать книгу о своих приключениях, а затем попробовать себя в сфере туризма. И может быть покорить еще несколько великих русских рек. Марина Матвеевична, Василий Колдашов. События. Баскетбольный кубок Генриха Приматова разыграли в Самаре. Соревнования посвящены заслуженному тренеру СССР. За ветеранские трофеи. Самому молодому игроку было 50 лет. Сражались 4 команды. Кто победил, расскажет Сергей Кизоркин. Новости спорта продолжит эфир. По традиции в августе в Самаре вспоминают легендарного баскетбольного тренера Генриха Алексеевича Приматова. На дружеский турнир, как сами его называют участники, приезжают ветеранские команды категории 50+. В этом году за кубок сражались Саров, Нижегородская область, Нижневартовск, Екатеринбург и сборная Самарской области. Российские команды нас поддерживают. И когда нам не отказывают, собираемся, вспоминаем о тренере, общаемся, как все бывшие игроки. И турнир, я думаю, будет продолжаться, пока есть у нас силы и возможности. Турнир проходил три дня. Сборная Самарской области из трех матчей в двух победила. Принципиальной была вторая игра с Нижневартовском. 53-45 победа хозяев турнира. В Самаре второй год не везет. А первый раз были чемпионами. Учиться надо в баскетбол играть. Вот этого суматоха в 55-57 лет. Ну, все-таки, наверное, сейчас, конечно, разберем все. Ну, минусы есть. Минусы надо исправлять. Поражения дают больше пользы, чем победы. В финале турнира встретились фавориты. Екатеринбург и Самара. Ветераны вспомнили годы молодые и не щадили в борьбе ни себя, ни соперника. Большую часть матча Самарцы лидировали, но ближе к концовке более сыгранная уральская команда сумела инициативу перехватить. Здесь нельзя расслабляться. Любой, так сказать, промах все сразу догоняют. Поэтому, ну и сил, конечно, не хватает уже тоже не по 18, не по 20 лет. Ну, интересно зато. Екатеринбург одержал драматическую победу 57-56 и завоевал Кубок Приматова. Третье место заняла команда Сарова Нижегородская область. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 14 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Андроид и Айос. Удачи вам! Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова